Ну что, привет, друзья! Меня зовут Денис Кровец. На YouTube, как всегда, вы можете меня найти, как Денис Пифагор, либо же канал Не Лапша. Спасибо, что смотрите. Друзья, ну это видео будет очень таким, довольно коротким, но содержательным и интересным. Вы просили меня создать, сформировать программу в Карпатах, чтобы она была такая ненапряжная, чтобы минимум экскурсий и больше релакса. Поэтому мы эту программу разработали. Она будет под этим видео полностью расписана в описании, с сценами, с координатами. Но если вы хотите путешествовать еще с более высоким удовольствием, я себе заказал один очень крутой рюкзачок. Сейчас иду на новую почту его забирать. И если вы хотите путешествовать комфортно, покупайте себе подобные. Ну сейчас я его посмотрю сначала, покажу вам, если вам будет интересно. А вам будет интересно, вы обязательно себе его тоже сможете приобрести. Кстати, ссылка будет тоже под этим видео. Побежали! Ну друзья, ну это было очень быстро, здорово. Сейчас я вам покажу, поехали! Ну что, вот, наконец-то мы уже дома. Сейчас мы его с вами и вскроем, и посмотрим. Друзья, ну что, вскрываем. Хотел вам сказать, что кто смотрит мои ролики на ютюбе, скорее всего, наверное, знает о том, что я уже, наверное, лет 10 езжу с одним рюкзаком. Все странные, ну прям как варил орешка. Они тоже со своим рюкзаком и без колесилим. Но все-таки мой рюкзак из Индии уже приходит в состояние, когда его надо поменять. Поэтому вот я его сейчас и поменял. Ну что еще хотелось бы сказать. Новая почта сработала классно. Ребята, где заказывал этот рюкзак, тоже все делали проективно быстро. Что мне понравилось? Вчера заказал, сегодня уже пришел. Вот это варь. Ребят, не знаю, как мне, может, мне повезло, но, скорее всего, это сейчас такая крутая акция проходит у ребят, которые продают эти рюкзаки. 53% скидка. Но эта цена, я вам скажу, очень шикарная. Ну давайте посмотрим. Ну самое главное, почему я меняю свой рюкзак, потому что у меня ручка моя, она оборвалась. Я уже, конечно, пару раз пришивал, все равно обрывалась. Здесь металлический трос, поэтому ручка выдерживает до 30 килограмм. Из металла. Ну, ребят, почему я выбрал этот, в принципе, рюкзак? Во-первых, то, что он водонепроницаемый. Это тоже важно, так как я часто фотографирую, у меня и в рюкзаке может быть и фототехника, и что-то из дорогоего. Поэтому важно, чтобы он не промокал. Это первый момент. Ребята, ну что, в принципе, для любого человека, который любит путешествовать, очень важно, чтобы рюкзак был очень удобным и надежным. Чуть-чуть, я думаю, что специанское качество меня, в принципе, не подведет. В частности, очень важный момент. Многие, знатно, доводят с собой планшеты, ноутбуки. И поэтому, чем идеальный этот рюкзак, что он защищен в задней части. У него, видите, она такая вот довольно плотненькая, поэтому рюкзак можно будет и бросать, если не сильно. Ну, и подойдет под самую, наверное, большую диагональ ноутбука 17 дюймов, что очень даже не плохо, а очень даже хорошо. Ну, ребят, вот здесь вот чем удобно, такое, я бы сказал, новшество в современных рюкзаках, сюда вы подключаете мобильный телефон, он у вас надежно спрятан. Здесь на ключевом ремне есть разъем под ваш наушник стандарт 3.5, в основном я пользуюсь вот такими наушничками, привезенные из Германии. Вот таким вот образом вы легко сможете слушать музыку, защищая свое устройство в рюкзаке. Поэтому он еще очень безопасный. Очень важный момент, кстати, что объем рюкзака можно регулировать, его можно делать больше-меньше. Иногда многие из вас, наверное, путешествуют, хотят именно взять с собой в путешествиях всего лишь одну сумку либо же один рюкзак, поэтому, мне кажется, этот идеально подойдет. Кстати, у него размеры, позволяющие брать его с собой в самолеты как ручную кладь. Это очень неплохо. Обратите внимание, в середине, вот здесь вот есть очень много карманчиков. Вот не один, там два кармана, а есть большой карман, когда ты открываешь, в этом кармане еще один карман, здесь много карманчиков, множество. Есть вот отдельный карман под мобильный телефон, в принципе, для спортсменов, чем удобно. Есть вот отдельный карман для бутылочки с водой. Тут даже нарисована бутылочка с водичкой. Но я, как фотограф, очень часто использую этот отдел для штатива. Мне кажется, здесь будет идеально закрепляться этим ремнем. Для этого и подходим. Ну что, ребята, теперь можно смело путешествовать с качественными швейцарскими рюкзаками, что, в принципе, сделаю теперь я и вам рекомендую.